Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей Тимофею, истинному сыну в вере. Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил Тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидания в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумия ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. В сегодняшнем апостольском чтении, которое святой апостол Павел адресует своему ученику и ближайшему помощнику на ниве евангельской проповеди Тимофею, звучат очень важные слова, которые должны стать девизом каждого служителя Господа нашего Иисуса Христа. Апостол пишет, что главной целью любой проповеди и любого наставления должно быть не что иное, как любовь. Любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Что является главным оружием христианина? Конечно же, любовь. По сути, любовь – это самый главный отличительный признак, благодаря которому человек показывает свою принадлежность ко Христу. Ведь и сам Господь однажды сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И поэтому именно любовь может помочь христианину обратить ко Христу других людей. И это вполне справедливо, потому что ни злобой, ни ненавистью, ни иным противоборством невозможно образумить сомневающихся. Только любовь, истинная и искренняя, способна сотворить чудо, совершить духовные прирождения заблуждающихся, которые и сами пребывают в ложном мнении и других соблазняют на оступление от Бога. Любовью от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры возможно совершить самые, казалось бы, невыполнимые и невозможные. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает, «Если внедришь в окружающих любовь, то и всякий растленный догмат не найдет среди них места». Прежде когда не было любви, существовала зависть. От зависти – властолюбие, от властолюбия желаний учить, отсюда и ереси. А теперь не так. Посему апостол требует любви искренней, любви не на словах, но от сердца и чистого сердца, непомраченного лицемерием. Любви, которая образуется от душевного расположения и сострадания. Тот, кто по-настоящему любит Бога, никогда не отступит от благодати христианской любви, от этого чистого, светлого и самоотверженного чувства, определяющего все наши существования, все поступки и действия, все мысли и слова. Кто не имеет любви, у того нет совершенной веры в Бога. Именно по этой причине святые отцы призывают нас иметь не просто веру, но веру, утвержденную на любви. Так святитель Игнатий Кавказский наставляет. «Совершайте земное странствие, неся святильник веры, правой веры живой. Этот святильник ведет нас в вечное Царство Божье». Впрочем, не только вера зависит от любви, но и наоборот. «Любовь зависит от веры». Святитель Иоанн Златовуств учит, «Вера открывает нам то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь, потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не согласится удалиться от любви». Вера требует души любящей, живой и бодрственной. При этом, по слову апостола Павла, тот, кто поступает не по любви в действиях своих или в словах, тот неизменно уклоняется в пустословие. Даже если речь такого человека витиевато, образна и красива, в сущности своей она пуста и бесполезна, потому что не отражает божественной истины и далека от христианского учения. «Страдая греховным властолюбием, желанием почести и славы, уже проповедники, от которых предостерегает нас своим сегодняшним посланием святой апостол Павел, желают быть законоучителями, ищут возможности наставлять людей в том, каким веровать и жить, по каким принципам поступать. Но если разобраться, у них самих нет ответов на эти вопросы, они сами находятся в греховном неведении, так как отклонили в своё время божественную правду, заменив порочными и самовольными человеческими соображениями». Это путь, ведущий в никуда, в духовную пустоту, в забвение. Подобные им горе-учителя и сегодня говорят о чистоте и праведности жизни, призывают к соблюдению различной обрядности, не понимая, что всего этого совершенно недостаточно для спасения. Страшно служить букве, а не духу, закона Божьего. Без веры сам по себе закон, даже со всеми его предписаниями и установками, не сможет нас спасти. Именно поэтому апостол и пишет, что цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелесомерной веры. Читая сегодняшнее апостольское зачало, мы должны помнить, что только любовь, причём любовь искренняя и нелесомерная, утверждённая и подкреплённая чистой верой и надеждой на Бога, может соделать нас достойными унаследования Царствия Божьего, Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава поклонение во веки веков.